Вести Карачаева, Черкесия На поддержку малого и среднего бизнеса в Северокавказском федеральном округе направят более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. На прошлой неделе президент в ходе совещания по экономическим вопросам отметил необходимость увеличить возможности бизнеса в нынешних условиях. Правительство продолжает эту работу и сегодня. Принято решение по малым и средним компаниям Северокавказского федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки. За счет этого в ближайшие 4 года предприятия смогут получить почти 14 миллиардов рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные для развития дела и на текущие нужды. Председатель правительства республики Мурат Аргунова знакомился с ходом работ на социально значимых объектах в Карачавском городском округе. Его сопровождали вице-премьеры Евгения Горденко и Ирина Гербекова, сенатора страны Ахмад Салпагаров, министр здравоохранения Карачаевской Кейси Казим Шаманов и исполняющий обязанности мэра Карачавского городского округа Марат Урусов. Рабочая группа посетила новую поликлинику, где строительные работы вышли на финишную прямую. Здесь уже завершена внутренняя отделка помещений, подведены все коммуникации. В ближайшее время новую поликлинику на 350 посещений в смену планируют ввести в эксплуатацию. Пунктами осмотра стали и объекты в Тиберде. В частности, ознакомились с ходом работ в школе номер 2 Тиберды. Здесь уже завершены демонтажные работы. В здании будут заменены окна, полы и двери, а также обновлены системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и пожаротушения. Официальные лица осмотрели также Тибердинскую участковую больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В нынешнем году здесь было запланировано начать ремонт части объекта. Однако в ходе осмотра была выявлена необходимость в капитальном ремонте всего здания. Кроме того, рабочая группа побывала в Донбай, где осмотрела участок земли под строительство новой большой амбулатории, которая будет включать рентгеновские и травматологические кабинеты. В юбилейный год столетия Карачаева-Черкесия автопарк «Черкеска» пополнился 20 новыми пассажирскими современными автобусами марки «Вектор-Некст». Автобусы уже вышли на маршруты. Важная деталь – они являются новым поколением общественного транспорта, изготовленного на российских предприятиях группой «ГАЗ» с локализацией производства на территории страны. Пассажирский автопарк столицы республики столь масштабно обновляется впервые с 2010 года. Теперь более половины городских автобусов заменены на новые. Данный транспорт вмещает 52 человека, из них 20 – посадочные места. Они отличаются высоким уровнем комфорта салона и, самое главное, снабжены системой доступности для маломобильных граждан. Транспорт оборудован всем необходимым для обеспечения безопасности и качественного обслуживания пассажиров, глонасс GPS-навигацией, тахографом, тонировкой стекол, кондиционером, видеорегистратором и т.д. Программа по обновлению автопарков будет реализована на территории всей республики. Следующий этап – Карачацкий Узджикута. 220 450 жителей республики привились от COVID-19, что составляет около 76,5% от плана по иммунизации. По итогам прошлой недели Карачао-Чикесия заняла второе место в России по удельному темпу вакцинации в сутки на 100 тысяч населения. По поручению руководства республиканской столицы назначено комплексное обследование технического состояния крыши лицея номер 15. Ранее стало известно о том, что в образовательном учреждении протекает мягкая кровля. Информацию комментирует начальник управления ЖКХ мэрии Черкесска Сергей Елисеев. Поступила жалоба с 15-го лицея по поводу протечки крыши. Сотрудники управления ЖКХ выезжали на данную школу. Была зафиксирована действительно протечка. В настоящее время у нас рассчитываются пути решения этой проблемы. Этот запрос берем в работу. В ближайшее время определимся с методом, как мы будем этот вопрос решать и устранить. По срокам более точно мы сможем определиться после уже обследования кровли специалистами. В сельхозпредприятиях республики продолжается весенняя полевая кампания. Аграрии обеспечены всем необходимым – семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами. В текущем году планируется засеять яровыми сельскохозяйственными культурами 86,5 тысяч гектаров, в том числе 55 тысяч гектаров кукурузы, около 9 тысяч подсолнечника, 5 тысяч гектаров ярового ячменя, 4,5 гектара сахарной свеклы, а также картофель, обшедница, овса и однолетних трав. Народный фронт в Карачаево-Черкесии предупреждает жителей республики о том, что в социальных сетях активно распространяется недостоверная информация, связанная со специальной военной операцией на Украине. Посты и статьи, порочащие честь и достоинство наших военных, разоблачаются практически ежедневно, комментирует информацию члена регионального штаба Народного фронта Денис Струговцов. Хочу обратиться с предостережением к нашим людям. За последнее время, точнее за последние три месяца, кратно увеличились случаи в сети интернет появления недостоверной информации. Так называемые фейки появляются как грибы после дождя, и связано это с проведением нашей страной специальной военной операции. Ложь о наших вооруженных силах поступает из специально созданных западных структур. Низкопробные фейки распространяются гражданами, либо из преступных целей, либо просто по незнанию. Напоминаю, что по новому российскому законодательству за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прошу вас проверять информацию, прежде чем ее пересылать кому-либо. А лучше всего получать информацию из официальных источников, наших СМИ и органов государственной власти. По инициативе руководителя региона в год столетия республики прошла специальная акция. Многодетным и малообеспеченным семьям раздали 2000 саженцев фруктовых деревьев. Акция приурочена и ко дню семьи. Саженцы предоставила компания Сады Карачаева Черкесии. Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Предоставляется такая отсрочка на срок до полугода. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября текущего года. Могут ли жители нашей республики воспользоваться кредитными каникулами? Об этом расскажет начальник экономического отдела отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачаева-Черкесии, если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно будет подтвердить документально. Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения, можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО. Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение, принести в офис, либо направить через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик, кредитные каникулы или структуризацию на условиях банка или МФО. Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для ипотечных в Карачаево-Черкесии это 3 миллиона рублей, для автокредитов 700 тысяч рублей и для кредитных карт 100 тысяч рублей. В прокуратуре Республики составилось заседание постанов действующей межведомственной рабочей группы по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними и в их отношении. Обсуждены и вопросы, связанные с состоянием законности при обеспечении жилыми помещениями детей, оставшихся без родительского попечения. Отмечено, что причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми помещениями является недостаточное бюджетное финансирование, ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами уполномоченных органов власти Республики. Благодаря прокурорскому вмешательству в прошлом и текущем годах выявлено более 100 нарушений закона в данной сфере. В целях их устранения внесено 5 представлений. В суды предъявлено 34 исковых заявления о предоставлении жилья гражданам указанной категории. Как мы уже сообщали, замена четырех светофорных объектов запланирована в текущем году в Ресвуликанском центре. Новые светофоры взамен старых появятся на пересечении улицы Демиденко-Крупской, Демиденко-Гутякулова, Подгорная, Первая Подгорная и Гражданская-Балахонова. Всего же за последние два года в Черкесске обновлены восемь светофорных объектов. Обеспечение безопасности дорожного движения в числе приоритетных задач, над которыми в городе регулярно ведется работа. В прошлом году установлено 3000 метров удерживающих пешеходных ограждений на Пятигорском шоссе, где также появилось современное светодиодное освещение. В текущем году новые фонари появятся на двух участках улицы Гутякулова от Демиденко до Октябрьской и от Демиденко до Крайней. На проспекте Ленина от Доватора до Космонавтов и улицы Октябрьской от Гутякулова до Свободы. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено федеральным законом о страховых пенсиях. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. В Корчево-Черкесии проживает более 12 тысяч пенсионеров, перешагнувших 80-летний рубеж. При достижении этого возраста пенсионерам в беззаявительном порядке производится увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 564 рубля 31 копейка. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Арендатор устроил свалку на площади 18 тысяч квадратных метров на плодородных землях Карачаева-Черкесии. Комментирует заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади около 18 тысяч квадратных метров в ауле Адыге-Хабль. Нарушение было установлено в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования под скотоводство. На всей территории участка складировали мусор и отходы. Арендатору земельного участка, местному жителю, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено привести земельный участок в состояние пригодное для его дальнейшего использования в тельхозпроизводстве. Минпросвещение России рекомендует в этом году российским школам проводить последние звонки очно, сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов. По его словам, там, где обстоятельства того требуют, а именно из-за ситуации с ограничениями по коронавирусу, могут звонки проходить чуть раньше. А так, Минпросвещение страны рекомендовало проведение выпускного вечера 25 июня. Победители оригинальных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России-2022» и «Воспитатель года» принимают участие во Всероссийском форуме молодых педагогов. Педагог, профессия, призвание, искусство. Мероприятия проходят в Гатчине Ленинградской области. Крачаево-Черкесию представляют победители оригинального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2022» Лариса Матунова и «Воспитатель года России-2022» Татьяна Якупова. Форум проводится с целью формирования единого образовательного пространства для обмена педагогическим опытом, стимулирования к поиску новых форм обучения, развития профессиональных компетенций, творческого и интеллектуального потенциала, а также профессиональной реабилизации, укрепление гражданской позиции и чувства патриотизма молодых педагогов. 18 мая в Карачаево-Черкесии состоится республиканский конкурс «День стригалей», посвященный столетию региона. Мероприятие пройдет в Хасаут греческом Зеленчукского района на базе племб репродуктора «Магнат». Запланирована и концертная программа с участием творческих коллективов Карачаева-Черкесии. Как мы же сообщали, военные песни на языках народа в республике прозвучат в рамках проекта «Фронт ОФ «Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня текущего года, рассказывает начальник информационного отдела Государственной филармонии республики Динара Караданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной нот» и «День победы» на один из четырех субъекта образующих языков Карачаева-Черкесской республики, Карачаевский, Черкесский, Абазинский или Ногайский и направить текст на телефон и почту. Эти две песни будут переведены нами и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектах образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Карачаева-Черкесской республики, с арестами государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля по 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте государственной филармонии. В рамках оздоровительной кампании для учащихся общеобразовательных учреждений республики организовали отдых в горах. На базе трех загородных оздоровительных лагерей поселка Дамбай, Гранд Виктория, Селена и Адель отдохнули 180 школьников из Карачаевского, Ногайского муниципальных образований и Карачаевска. В ставших уже традиционными поездках, как правило, принимают участие дети из малообеспеченных семей, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад. В Архызе проходит мастерская национального гостеприимства, в которой принимают участие более трех десятков человек из разных регионов России. У каждого из них есть свой уникальный проект, направлен на популяризацию традиций, обычаев и обрядов гостеприимства народов, проживающих в стране. Участники вместе с федеральными экспертами в сфере межнациональных отношений, этнографами и представителями сферы гостеприимства доработают свои проекты, научатся взаимодействовать с партнерами и находить ресурсы для реализации проекта, а также прокачают личные навыки и знания в сфере межнационального сотрудничества и некоммерческих организаций. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. Тэквондисты из Карачао-Черкеси стали призерами всероссийских соревнований. Пять медалей завоевали наши спортсмены на прошедших в Рязани всероссийских состязаниях. Так, среди 1200 участников на Кубке Рязанского Кремля спортсмены показали следующие результаты. Милана Кисаева и Илья Ахмедова завоевали серебряные медали. Малику Хунову, Кириллу Половину и Ксении Макатеровой досталась бронза. Прошедшие соревнования стали репетиции перед первенством России среди юношей и девушек 12-14 лет. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В горах местами плюс 7-12 и выше 3000 метров. Лавина опасна. В Черкесске слабый дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 19. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!